Приветствую вас, и экзистенциальный поиск, о котором вы говорите, вполне естественное состояние для человека, который живет не совсем в контакте с самим собой, судя по тому, что вы говорите. Я мог бы, наверное, обратить ваше внимание на то, что первой своей ролью вы назвали жена. То есть, вот, первая роль, которую вы назвали, которую вы сделали, не побоюсь этого слова, наверное, центральной, это жена. Далее мать, только потом уже стабильная работа. Вот. И как бы это, на самом деле, на мой взгляд, и составляет ваши проблемы. Потому что, если вы, в первую очередь, жена, во вторую очередь вы мать, и в третью очередь у вас идет только работа, то, полагаю, что есть момент обесценивания себя. Вот. Есть момент обесценивания себя как личности, есть момент обесценивания себя как человека. Вот. На мой взгляд, это происходит. Это происходит, это неприятно, но это происходит. Вот. И отсюда, конечно же, возникают и мысли, и вот такие мысли, которые приходят вам в голову. Вот здесь это, в общем и целом, ситуация скорее норма, чем не норма. Вот. Мысли, что, ну, как, как, иначе, как по-другому. Вот. Поэтому, здесь, ключевым моментом является, на мой взгляд, то, что вы не прислушиваетесь к себе. Не сказать, чтобы слушаете себя, что, вот, что вы к себе прислушиваетесь, что вы исследуете своим чувством, что вы исследуете своим желанием, что вы, вот, в полной мере раскрываете себя. Как личность, как личность. Я полагаю, что одна из проблем, она заключается в этом, в том, что вы, вот, собственно, к себе не прислушиваетесь. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, только, почему, да, то есть, вот, почему вы к себе не прислушиваетесь, да, там, по какой причине вы этого не делаете. Вот. И всё. И можно сказать, что, вот, в какой-то момент вы просто в большей степени делали то, что должны, а не то, что хочется вам, к примеру. Вот. И всё. И в результате такого подхода, да, вот, мы стали чуть-чуть недовлетворенность. Вот. Потому что, ну, как здесь, по-другому, да? Если вам, ну, если вам не очень, не очень хорошо, как по-другому. То есть, это, на мой взгляд, вполне себе естественно. Здесь, вот, то, что вы описываете, это вполне естественно. Мы работаем, работаем над тем, чтобы разбираться со своими эмоциями, да, со своими чувствами, вот, переживаниями, чтобы смотреть, что для вас, ну, что для вас важно, и как это интегрируется в вашу, вот, сферу деятельности, вашу жизнь. Вот. Очень очевидно, что, если это не интегрируется никак, то будут проблемы, и это нормально, и даже хорошо. Потому что, ваше подсознание, оно, как бы, говорит нам, чтобы вы, вот, не забывали о том, что важно, чтобы вы, вот, не забывали о том, что, ну, о том, на что нужно обращать внимание. И это, я считаю, я считаю, что это хорошо, хорошо, потому что, это позволяет вам, ну, условно говоря, там, не погружаться и я считаю, что это, глубже в эту безысходность, ну, безысходность, скажем так. Так что, вопросы, которые вы себе задаете, они, может быть, неудобны, они, может быть, неудобны, вот. Это, правда, они, действительно, могут быть, неудобны, ну, вот. Но, от этого они не становятся, не нужны, не нужны, вот. То есть, если вы задаете себе вопросы, вот, ну, очевидно, что это нужно, вот. И нужно, в первую очередь, вам, да, вот. Поэтому, здесь, мне кажется, имеет смысл, вам более полно обращать внимание на то, что вы ощущаете, более полно смотреть на то, что вы хотите, более полно смотреть на то, что вы хотите, вот. Вот, учиться служить себя, учиться, как-то, вот, относиться к себе, ну, более, более ценностно может быть, более, более, более нежно, более, более чувственно, да, вот. Мне кажется, что так. Так. И, вот, где-то, в этом, где-то, вот, в этом, скроется ответ на ваш вопрос. То есть, вы, вот, обратите внимание, что вы вопрос-то, как такового не задаете. То есть, даже, даже, то есть, вы просто говорите, вот, прошу помощи, да, и все. Вот, а, собственно, какой помощи, я понимаю, по поводу чего, какой, какой у вас запрос, ну, психологу. Вот, это не понятно. По крайней мере, по крайней мере, вы, вы, как бы, его не озвучиваете. Вот. В полной мере, ну, в полной мере. Вот. И с этого я делаю вывод, что вы не готовы что-либо менять. Вот. Да вы боитесь что-то менять, что вы, там, например, можете чувствовать, что, допустим, что с вами, там, что-то, что-то не так, что вы не имеете права менять что-то. Ну, вот, и так далее. То есть, я, конечно, не берусь, наверняка это утверждать, но мне кажется, что так. Вот. То есть, подумайте сначала о том, вот, что вы себе запрещаете вообще, да. То есть, что вы себе не позволяете, что, что вы делаете через силу, вот. Вот. И что вы делаете? Не, потому что вам этого вот хочется, да. Потому что вот, ну, вы, ну, типа, типа должны. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот. Мне, да, ко мне кажется, мне кажется, что, ну, в этом вот направлении вам нужно двигаться. И если вы будете это делать, если вы будете двигаться в этом направлении, вот. Вот. Ну, ситуация может действительно увеличиться, а ситуация действительно может стать другой. Вот. И вы действительно в таком случае сможете увидеть, ну, для себя определенные какие-то плюсы. Вот. И будете более удовлетворены. Ну, тут нужно понимать, тут нужно понимать, тут очень важно понимать, что, как бы, плюсы за плюсами, да, плюсы за плюсами, вот. Ну, за определенные изменения потребует, ну, за определенные изменения требует плата. То есть, плюсы за плюсами, но за определенные изменения вам потребуется платить. То есть, вам потребуется платить, ну, такими вещами, как, например, недовольство ваших близких, да. Вот. Как не желание принимать вас, не желание, там, мириться, с тем, что вы, ну, изменились, с тем, что вы, там, стали, ну, другой, да. И так далее. Вот. Вот. Это тоже очень такой радий момент. Вот. То есть, люди не будут, ну, однозначно с одобрением относиться к тому, что вы будете делать что-то для себя. Вот. Поэтому вам здесь, на мой взгляд, ну, нужно определиться, определиться с тем, готовы ли вы к тому, что вот, ну, будет неодобрение с того, что вы делаете. Если вы не готовы, если вы по той или иной причине снимаетесь, вот, то, наверное, в таком случае лучше не стоит, да. Потому что вы, вот, результат, который будет, вы, вероятно, ну, проинтерпретируете, проинтерпретируете, как, ну, такой, знаете, негативный, скорее. Вот. И это будет для вас минусом. Вот. Хотя, по большому счёту, это вполне естественно. Вот. Такая вот история. Что касается экзистенции, да, то есть, что касается того, что вы вопросы задаёт, это довольно частое явление, значит, что человек задаёт вопросы. Потому что он ищет, он ищет, и вы ищете тоже, вы ищете тоже, вы находитесь в поиске. Вот. Это, на мой взгляд, нужно понимать, да, то есть, нужно понимать, что вы находитесь в поиске и, что, а, именно то, что вы находитесь в поиске, а, является, хорошее, в целом, а, ну, показателем, потому что, хуже было, если бы вы, ну, если бы вы не искали ничего, хуже было, если бы вы, если бы вы, вообще никак не, м-м-м, ну, не пытались, эм-м, свою, э-э-э, ситуацию решить. Поэтому, я думаю, так, тут нужно разговаривать, тут нужно исследовать, э-э-э, вот, и тут нужно, э-э-э, помогать вам лучше разбирать, ну, лучше добраться к себе. А, вот, и, соответственно, соответственно, э-э, будет результат, э-э, но результат, он, конечно, далеко не всегда будет, э-э, таким, как, как, какой вот, э-э-э, ну, каким хотели бы видеть его, увы, к сожалению. Вот, результат, может быть, э-э-э, и, всем другим, вот, имейте, пожалуйста, в виду, он, э-э, очень, э-э, это важно, э-э-э, так что, помочь вам можно, э-э, ну, я, по крайней мере, не вижу в этом, ничего, э-э-э, сложного, в том, чтобы вам помочь, да, там, потребуется, э-э-э, время, да, безусловно, потребуется время, потребуется, э-э-э, определенные, э-э-э, силы, э-э-э, для этого, э-э-э, вот, это, правда, э-э-э, вот, ну, на выходе, э-э-э, вы получите, э-э-э, более, э-э-э, если можно, так сказать, э-э, сказать, более, э-э-э, полноценную и, э-э, гармоничную, э-э-э-э, раз, вот, если, конечно, вам это всё интересно, э-э-э-э, такой, такой вот ответ, э-э-э, я могу вам дать, э-э-э-э, вот, э-э-э-э, пока что, э-э-э-э, Я надеюсь, что для вас это было в целом полезно и интересно, вот, очень здорово, что вы задаете вопросы, ну, я так считаю, что здорово задаете вопросы, вот. Складно, что вы пытаетесь найти ответы на них, вот это всегда трудно, то всегда тяжело, вот, к сожалению, всегда, к сожалению, тяжело искать какие-то вот, ответы на вопросы, особенно, если их задавать вы либо не привыкли, да, либо это не принято, вот. Вот, вы молодец, я считаю, что вам, вот, самое главное не останавливаться на достигнутом, вот, я считаю, что вам самое главное двигаться дальше, вот. Вот, я считаю, что вы сейчас делаете первый шаг, вот, он такой непростой, но он важный. Вот, Марина, он имел действительно помощь, это консультация. Трепи, индивидуальная работа, индивидуальная работа. На этом все, надеюсь, что помог, если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.